Проходили тему числительной, как часть речи. Независимая часть речи, которая обозначает количество и порядок предметов. Вот сегодня мы проходили тему числительной, да? Кто мне расскажет правила числительного, которые вы изучали? Кто? Тему числительной – это самостоятельная часть речи, которая обозначает количество и порядок предметов. При сочетании выражает значения грамматические, которые падежи, а в некоторых случаях рода и числа. Среди числительных блюдей три разряда числительных, порядок и дробные. Дробные. Дробные числительные. Хорошо. Встречается месяц осень. Октябрь уже заканчивается. Про осень кто-нибудь из стихотворения знает? Нет. Пожалуйста. Пожалуйста. Автор Пушкин. Уж небо осени дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день, лесов, таинственная сень, с печальным шумом обнажалась. Ложился я на поле туман, Гусей крикливих караван, Тянулся к югу, приближалась, Довольно скучная пора, Стоял ноябрь, ушел тварь. Количество нечислителей, називая числа или количество предметов, В этих делах величин изменяется толком по поддержам, Род они имеют, например, слов один до тысячи миллионов. Только что мы с вами проходили тему числительной, как часть речи, значит, числительная, самостоятельная часть речи, то, что обозначает, мы это уже знаем, на какой вопрос отвечаем, отвечаем, мы это уже знаем, значит, какие разряды мы с вами проходили. Я объяснил вам, вот некоторые отвечали на вопросы, это хорошо, некоторые активно участвовали, некоторые сидят просто так. Поняли, да? Вот что-нибудь. Есть какой-нибудь вопрос? Вот, уважаемые студенты, с этим сегодняшним занятием закончено. До свидания. До свидания.